в общем ребят все идем мы на дворцовую площадь такая красотища здесь такой камушек видите интересно вот перешли мы с Невского проспекта такой здесь поворотик так называется этот поворотик сейчас скажу как он называется большая морская улица 7 вот так вот и вот мы сейчас выйдем на дворцовую площадь здесь тоже такие смотрите здания прям ничего себе только прям это помпезный такой вид слушай ну наш Петр-то с Екатериной там хорошо тут все сделали да как говорится гордость гордость есть за Россию красота смотрите красота не знаю что за здание в общем так вот так ребята в общем надо здесь ходить конечно по навигатору пешеходному иначе здесь можно заблудиться кто первый раз вот смотрите какая красота такая красота в общем осталось мне 300 метров пишет навигатор я буду как бы в центре дворцовой площади слушайте ну красиво кстати тут смотрите звездочки всякие висят новогодние еще вот красота вот открывается смотри какой вид ребята это дворцовая площадь это дворцовая площадь часы смотрите сейчас 9 часов 10 минут и елка ребята классно елку еще не убрали это отлично ну конечно красота ребята это конечно не знаю камера не передаст там Невский проспект вот а это вход на дворцовую площадь ну не знаю я по моему не с центрального входа как бы вошел а со стороны Невского тут наверное где-то еще есть вход потому что здесь я смотрю не вижу этих как назвать кованых ворот да которые показывали при штурме дворца здесь просто вход но красота красота да мечтал давно себя попасть ну наконец-то попал вам советую тоже ребята слушайте ну реально грандиозно грандиозно ну может быть я что-то конечно перепутал ну такой вид не знаю здесь была революция не была мне кажется просто дворцовая площадь ребята что-то я перепутал это где-то зимний дворец точно ну ладно ничего страшного мне простительно я здесь первый раз но такая елка ребят смотрите классная кстати почему называется она дворцовая площадь я не знаю может быть потому что здесь как бы был дворец какой-то ну вот такой дворец здесь сейчас смотрите красота да и елка напротив пока она не горит так ну что тут где-то еще река находится не вам невелико то что не это не так а нет кстати извиняюсь ребят нашел я ворота вон они вон они кстати мне казалось площадь намного больше на самом деле поэтому мне это немножко сбило я зашел как бы с тыла с тыла получается вот и поэтому немножко не понял ну вот она да колыбель революции ребят все точно я не ошибся вот это зимний дворец напротив видите да это он родимый я так понимаю или этот не знаю почему здесь такая вот стоит штучка еще осталось нового года видите прожектора тут всякие вот ну вот сам ребят наш грандиозный грандиозный памятник центре не знаю кому сейчас посмотрим вот все чистенько все чистенько красиво ну конечно елка мне тут закрыл обзор сейчас мы немножко на бочок перейдем посмотрим вот ну вот здесь наши революционеры большевики ребята брали зимний дворец я так понимаю вот так он выглядит ну вот так вот пока так вот так ну что ребят вот зимний дворец тут уже конечно наш российский флаг как говорится царя мы потеснили так ну вот красота что хорошо царь жил молодец так нормально по царски по тем временам да и по нынешним это неплохо вот рядом такая вот красивая стела сейчас посмотрим что написано вот оттуда ребят я пришел он оттуда вот заходил ну по размером ребят где-то на метров пятьсот восемьсот на я вот но красиво красиво обязательно надо конечно приехать кто-нибудь кто не был я советую ну видите даже сейчас ноябрь то что в январь и все в огоньках красиво новогодних жалко конечно что елочка не горит и был бы еще лучше так что за памятник не знаю ой ёлки-палки лужи здесь конечно глубокие так так не знаю не видно что написано ну вот красота так посмотрим я думаю должно где-то быть здесь написано что много очень награждение конечно не подойти еще не подойти а вот там есть табличка но я конечно ребят не вижу а не вижу да ребят большой столб конечно просто громадный там чай полетает ничего си так ну что пойдемте пойдемте к зимнему дворцу ну до подобия красной площади наверное я так бы сказал да но только здесь есть свое очарование потому что ну потому что смотрите сами красота конечно это красота такая вот есть уже асфальт она здесь скорее всего техника есть все правильно здесь же техника военная проходит даже еще остался разми . так ну вот сами ворота ребята смотрите какая красота высотой они наверно метров пять я так думаю вот смотрите сам сам памятник отсюда как он смотрится да красотища да вот и ну вот сами ворота наконец-то это не дошел соблюдайте дистанцию написано так а это эрмитаж так 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 здесь на английском на русском значит стоит сейчас ребят не знаю сколько так а вот 500 рублей электронный ход билет 500 рублей так цена одного билета для посещения главного музея комплекса или главного штаба 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 ну вот ребят красота и вон там находится зимний дворец я так понимаю сейчас там музей армитаж ну и вот сама дворцовая площадь вот так вот жил наш царь пётр первый там да вся династия романовых из завета вторая здесь очень много здесь но так ну вот ребят зимний дворец эрмитаж здесь сейчас музей 500 рублей вход как вы уже поняли да ну вот сама дворцовая площадь красота какая машина конечно здесь только ездит ну не очень это удобно неприятно конечно здесь для проезда нужно все закрывать я могу сказать не совсем это для пешеходов удобно так ну ладно смотрите какое красивое еще здание это тоже зимний дворец да здорово вот там тоже вход какой-то так так а мы давайте подойдем сейчас заглянем внутрь потому что ведь я приехал рановато конечно 9 часов утра на это музей еще не работает все равно красиво так давайте посмотрим что внутри ведь как я уже говорил там такой красивый дворик там можно смотреть музей всякие экспозиция так но это лучше наш наш орел смотрите золотой такой да красавица красавица ну ладно ну ладно ребята в общем последний раз посмотрим на дворцовую площадь на вот эти вот красивые ворота въезд в дворец зимний в общем пойдемте мы дойдем до реки невы она как раз находится за этим дворцом поглядим че там да как ну и потом в метро и по делам слушай чайк полно вообще посмотрите кстати вот почему полно чайк смотрите ёлки-палки они сильно у нас и голуби здесь чайки прикольно вот так вот так вот ну и ворона как видите да слушай чайки здоровые прям вообще там реально курица красота так ну что идемте дальше да красиво так здесь тоже какой-то вход ну закрыт ну здесь торгуют всякой сосисочками одинокий такой стоит ну вот последний вид ребят на дворцовую площадь все ребята мы идем на неву на неву посмотрим нашу великую речь речку тоже как москва-река в общем москве москва-река здесь невская река так что у нас здесь что у нас здесь тоже видите можно погулять нужно погулять ну пойдемте сюда пойдемте сюда ребят смотрите запускают оборудование так но у нас по маршруту Невская река Нева Невская господи так смотрите еще не убрали штучки тут новогодние но уже ничего не горит так и вот с другой стороны смотрите зимний дворец как бы вход не центральный получается не центральный не знаю блин здесь конечно не чищено здесь ребята реально да не чищено блин можно реально подскользнуться здесь так вот не хило здесь почищено вот вот смотрите какая красота да так а там дворцовая площадь так в общем идем на речку там тоже какое-то здание видите тоже красиво здесь какой-то скверик я так понимаю фонтанчик здесь такой ледяной кстати летом здесь он скорее всего рабочий вот такой красивый фонтан ну и вот сам вход смотрите тоже в зимний дворец такая красота так ну вон там уже ребят Нева осталось нам буквально немножко буквально немножко ну вот ребят смотрите дошел я до конца видите там уже кронштадт я так понимаю вот сама речка Нева ну вот я пришел отсюда вот вот сам зимний дворец красота так здесь еще один вход есть можем создать и с этой стороны но перед а вон пешеходный переход только на той стороне сейчас перейдем а вон еще один так наверно перейдем там там покрасивее ну вот сам зимник смотрите какой красивый да слушайте большой дворец сейчас мы зайдем с другой стороны со стороны Невы как бы вот так вот ну вот слушайте я не знаю что это конечно за улица но как бы так вот так немножко осталось в общем в принципе ребят дойти до дворцовой почте от центрального вокзала 3,7 км это в принципе так не спеша 40 минут и вы уже в клубе революции ну вот сам Эрмитаж в зимний дворец тут сейчас уже тут все по разному называется так вот какой то тоже вход не знаю это наверное центральный вход а может не центральный вход не знаю сейчас посмотрим ну вот Нева ребята а сейчас куда спуститься смотрите там можно спуститься видите так ну что здесь написано что государственный Эрмитаж да как я и сказал здесь скорее всего центральный вход там закрыт со стороны со стороны как бы это ворот да там кованых да вот смотрите какой вид открывается отсюда красотища да красотища так ну что Эрмитаж Эрмитаж все закрыт он откроется получается а вход вот здесь дворцовой площади пардон ребят вход вот здесь с другой стороны с другой стороны это я в общем как бы другого конца ну ладно здесь тоже интересно посмотреть вот смотрите вся Нева кстати даже ее можно перейти по льду на другой конец города вот как бы так вот вот так вот ребята ну что надо идти в метро спускаться кстати в петербургском метро я тоже ни разу не был а давайте придем туда сначала и потом уже в метро вот он подпрос и он Продолжение следует...